наш сегодняшний блог блог добрый день будет по поводу очень интересного факта история такая краву штаймону чтобы он был здоров он сейчас борется мамаш с воспалением легких и мы молимся каждый день чтобы он был здоров человеку 103 года весь 30 килограмм можно потом говорили о чем я хочу рассказать профессор который занимается его лечением мотир а вид его зовут он сказал хороши щивы хай бен с наш год глава ищи вы так мы уважительно называем раштаймона он работал много лет руководителем ешивы поневич для маленьких для маленьких для молодых как бы до 16 лет мальчика до 16 13 до 16 лет особая специальность умеет преподавать таким мальчикам нужно привить им любовь к торе это его мамаш профессия барон лейп он занимался этим приучал детей любить тору он и его коллега для авдель бен хамиль хам уже скончавшийся раб юда мира в михаиле удалевкович каждый в своем стиле но они занимались вот этой вот виртуозно занимаются этой работой прививали деткам любовь к торе молодым мальчиком хороши щива хай бен с голова ищи вы живет чудом как вы думаете как бы вы отреагировали чтобы вы сказали это твой профессор который занимает своим лечением уважаемый человек и обороны бы сказал ты тоже он ответил мотера виду ты тоже что такое барлыб не уважает не уважает своего профессора который вылечит что почему он так задал такой вопрос отдал такой ответ этому профессор профессор хотел сказать что роще шива живет трава он лейп сам по себя говорит ему дали долгие годы жизни поскольку нужно чтобы у еврейского народа был человек которому который он медали дали дали долголетия в заслугу еврейского народа в заслугу общин так как бы это то что говорит с точки зрения обычной здоровой медицины нормальный да это непонятно как вот этот фитилек горит что рыба на лейбом отвечает ты тоже как вам это можно объяснить можно объяснить таким образом да рыба на лейб не пытается грубо ответить этому профессору ни в коем случае вообще он в принципе очень деликатный человек более того на самом деле ему очень подходит найти он никогда не он всегда он очень остроумный человек очень остроумный очень мудрый такой в общении очень нестандартный никогда не не пытается заискивать перед кем-то да поэтому ему подходит такой четкий прямой ответ но что он хочет сказать нам кажется что когда человек который 103 года живет и продолжает жить это чудо которое делает всевышний и мы не понимаем да что то что мы живем вот то что мы которым то сказать низ не 103 года нам так сказать от и до то что мы живем это точно такое же чудо мы должны это абсолютно однозначно понимать что с точки зрения того что мы существуем то что мы живем то что у нас функционирует это такой такая же воля всевышнего как то что живет он это то что он хотел сказать это говорит рамбан в недельной главе бог да не в прошедшей недельной главе не в той который сейчас мы бешалах я снимаю этот блок может быть выставим это даже позже за то чем посмотрим как бы это немножко не вне плановый блок но в главе баром банк говорит что все что с нами происходит все что вокруг нас происходит это все на самом деле чудеса вокруг нас происходит огромные великие чудеса но мы вспоминаем выход из египта и мы говорим что все что происходит вся природа которая происходит вокруг нас Мы понимаем, что Всевышний управляет ею всей. И то, что град спускается вместе, и лед с огнем одновременно. И то, что тьма и свет одновременно присутствуют в Египте. Это все вроде бы не физические факты. Но что показывает нам Всевышний? Это все подчиняется моей воле. Это то, что говорит Рамбан. Все, что вокруг нас происходит, подчиняется моей воле. Все даже естественные физические процессы, физиологические процессы. То, что с нами происходит. Вот мы живем, мы кушаем. Еда усваивается нашим организмам. Это все физиологические процессы. Нам кажется абсолютно естественным. Нет, говорит Рамбан. Это все точно такое же чудо, как и выход из Египта. Только что, только Всевышний. Разница только в том, что к этому мы привыкли. Так Всевышний обычно себя ведет. Все так себя ведет с этим. А это открытые чудеса. Они позволяют нам увидеть, что на самом деле за всем стоит Всевышний. Это то, что Рыбан Лейб ответил этому профессору. Рощищиво живет чудом. Рыбан Лейб ответил ему. Ты тоже живешь чудом. В общем, этой мыслью я хотел с вами поделиться. И пусть она будет заслугу, чтобы Рыбан Лейб жил долго. Несмотря на то, что ему 103 года. Всевышний же решает, сколько он будет жить. И он нам нужен. Как сказал Равхайм Каневский, все поколение нуждается в Равиштаймане. Все поколение. Мы все нужны, чтобы... Нам нужно, чтобы Рыбан Лейб продолжал жить. Бе-я-зрата-шем. Амин.